Создание технопарков на территории Калмакии. Собственно, на президиуме Коссовета, который в Ульяновске прошел, эта тема не поднималась конкретно. Речь шла о пассажирских ульяновсках, вы помните. Но косвенно зашла тема, поднялась, о создании технопарков в регионах страны. Я знаю о том, что у нас есть предложения, но реально мы к реализации этих вопросов не подходили. Пожалуйста, хотел бы послушать, что у нас в регионах делается. Кто готов? Алексей Маркович, разрешите, дожите. Мы сейчас работу ведем в подобные проблемы. Первый направлений – это три классические технопарки, о которых мы не говорили. Там объемы финансированы, нам известно. На сегодняшний день нам активно проводить базу, потому что для того, чтобы технопарк мог полноценно функционировать, необходимо создать некую льготную зону. Если же говорить о тех усилиях, которые уже конкретно правительство подприняло, значит, на будущий год у нас в бюджете заложены 3 миллиона рублей на эту деятельность. Уже конкретно мы заложили средства. А что именно предполагается эти средства делать? У нас, значит, там следующая ситуация. Министерство образования и науки Российской Федерации объявило конкурс на федеральные средства. Мы будем обязательно в этом конкурсе участвовать. И причем заявка готова. С 27 сентября она, заявочная кампания началась, 27 октября она закончится, с текущего года. Значит, буквально недавно у нас проходило совещание, предварительно, на котором мы как раз готовили эти предложения. Министерство образования и науки готовит пакет документов. Это будет технопарк «Кванториум». Значит, как раз-таки это поручение президента Российской Федерации. Ну и я думаю, что здесь в республике его будем реализовывать. Суть в том, что мы хотим первый этап сделать «Кванториум» — это будет детский технопарк с элементами инновационного применения. Какая-то уже документация готова у вас? Либо в Минобре, либо... Да, уже в Минобре готов полностью заявочный пакет. Мы его на днях направляем в Москву, для того, чтобы участвовать в конкурсной процедуре. Значит, по бюджету я уже сказал, что эти средства у нас заложены, поэтому тут у нас проблем никаких не будет. Примерное соотношение, на которое мы рассчитываем, это 6% регионально софинансировано, 94% федерально софинансировано. Такой достаточно высокий уровень, поэтому нам это предложение интересно, мы будем любиться, и я думаю, что достигнем положительного результата. Предварительную работу мы ввели с Коммунского государственного университета, чтобы на площадке Коммунского университета это дело организовать. Но в рамках тех договоров, с которыми мы пришли, университет, он больше будет именно в организационном смысле содействовать. Большую часть на себя возьмет функции именно органов институтного власти и средства образования. Потом, после тех усилий, которые мы приложим по проведению заявки, мы должны будем к авторому этапу подойти, это мы должны будем региональным операторам определить. Значит, предварительно региональным операторам будет бюджетное учреждение, подвергнутое нашему министерству образования. И вот уже на этом этапе, там нужно будет серьезную работу проводить, в части определения именно нашего частного партнера, который будет взаимодействовать с технопарком. С одной стороны, мы будем формировать свое задание на развитие этого технопарка, на содержательную часть, и в то же время мы должны будем увидеть именно коммерческую составляющую. Но, как я понял, пока вы в основном ориентируетесь на участие в федеральных проектах, а самостоятельно на уровне республики мы какие-то проекты в этом направлении создаем? Создаем, Алексей Маркович. Тут у нас была работа проведена именно с Министерством хозяйственных имущественных отношений. Необходимо было определить тот имущественный комплекс, который мог бы явиться основой для создания технопарка. И вот мы приняли решение, и вот они ему докладывали на одном из имущественных советов. Значит, это по поводу создания такой площадки, так называемой Браунфилд, в северной промышленной зоне. Единственная проблема возникает с тем, что если мы в северной промышленной зоне, там недостаточно земель, потому что минимальное требование к технопарку 5 тысяч квадратных. И сейчас как раз земля у нас есть, она готова, бензин готов выделить. Мы как бы ведем отбор на этом уровне, потому что необходимо, чтобы были подъездные пути, необходимо, чтобы были обязательства подключения ко всем сетевым вопросам. И я думаю, что до конца года мы наиболее подходящую площадку определим. Если же мы чисто на региональный бюджет это все возьмем, без участия федерального, почему мы именно такие критерии называем? Потому что это даст нам возможность дальнейшим претендовать на федеральную субсидию. Если же мы от этих критерий выступим, исключительно только пойдем по республиканскому пути, то заведомо это будет расход исключительно на республиканском бюджете. Но мы к обоим вариантам развития событий готовы, если, так скажем, будут расчеты нам показывать о том, что мы сможем на более мелкой площадке интересные предприятия заводить, мы готовы будем по этому пути пойти, потому что тут налоговая база, будущее. Тут получается такая картина, Алексей Михайлович, что сегодня у нас на самом деле очень серьезная большая проблема с инициаторами. То есть мы готовы предоставить, мы готовы организовать площадку и так далее, но параллельно ведем еще поиск тех компаний, которые бы готовы были реально туда зайти, от которой мы могли бы уже делать вот эти все бюджетные усилия, потому что там первый год мы их освобождаем от налогов по результатам их деятельности, а потом в дальнейшем идет, так скажем, балансирование. Ну здесь надо, наверное, перенимать опыт, я не знаю, передали вам или нет, в телефону руководителя Ульяновского технопарка вам передадут, я познакомился и там пообщался в рабочем порядке. Они готовы встретиться с нашими представителями, я думаю, было бы правильно и целесообразно посетить Ульяновск, здесь именно вот территорию. Почему? Потому что там дефисфицированная такая, скажем так, структура парков, он включает в себя очень много, огромное количество сегментов. Безусловно, мы не можем претендовать на примерно такое же по существу мероприятие, но что-то из этого опыта нужно перенять. И в ближайшее время, до конца года можно эту поездку организовать, и из тех моментов, которые были бы удобны для нас и применены в практике нашей, надо взять. Дмитрий Константинович, у вас есть что-то добавить по этому вопросу? Я думаю, вам тоже нужно присоединиться. Почему? Потому что к нам есть очень интересные практики, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и с развитием транспортной инфраструктуры регионов. Было бы интересно, Миша Сергеевич, тоже подключиться к этому. Борем. Хорошо? Зоря, вы что-то можете добавить? Ну, в общем-то, мы готовились, Павел Васильевич, честно, мы уже добавить нечего. Но единственное, что, конечно, нужно прорабатывать, как сказал Буисич, именно с теми инициаторами, с управляющими компанией, потому что и по ленинам институт промышленности Российской Федерации есть возмещение, пациентные ставки, субсидируют они все это дело. Но, к сожалению, на данный момент у нас пока нет. Но вот, по вашему поручению, мы с нашими коллегами из Ульяновского созвонимся и посетим, посмотрим, может быть, они расскажут, как они, ну, их опыт. Мы в мое время тогда уже у себя здесь расскажем. Хорошо. Хорошо.